Всем привет! Меня зовут Иван, я занимаюсь строительством загородных домов. Сегодня я хотел бы вам показать готовый дом. Мне очень часто заказчики задают вопрос о том, что какой бы дом я построил бы для себя, какой планировки. Этот дом закрывает все мои базовые потребности. В моей семье два взрослых и двое маленьких детей. И сегодня я хотел бы вам показать обзор дома и преимущества данной планировки. Сам дом находится на участке. Участок 7,5 соток и находится он в городе. К ним подведены абсолютно все коммуникации. Также сделана ливневая и дренажная система. Дом общей площадью 160 квадратных метров. Полезная внутри 140. Имеет две наружные террасы. Сам по себе дом по каркасной технологии. В этот дом мы постарались максимально включить самые лучшие дорогие материалы. И давайте с вами разберемся по конструктиву, по порядку. В фундамент у нас железобетонные сваи забиты на глубину 2,5 метра. Каркас полностью весь каркас и вообще вся полностью деревянная часть выполнена из сухой строгой на доске, включая обрешетку и других материалов. Крыша у нас здесь фальцевая кровля. На фасаде металлический сайдинг. Металлический сайдинг себя очень сильно зарекомендовал. Очень важный момент в каркасном доме это утепление. Утепление полов у нас 230 миллиметров. Из них 200 миллиметров по балкам минеральной ваты и 30 миллиметров дополнительно у нас пеноплексом под теплый пол. Стены 200 миллиметров, 150 и 50 в перехлестном исполнении. Кровля в 250 миллиметров. Также очень важный момент это окна. Так как у нас дома есть большое остекление, качество окон оно должно быть достойно. Здесь стоит Rehau Premium 80 миллиметров. Также у нас дополнительно на фасадную часть на лицевой, там где у нас большое остекление. Второй свет, дополнительное напыление, которое защищает от ультрафиолетовых лучей, потому что летом довольно-таки жаркий. Итак, при входе у нас здесь первая терраса. Ее площадь 9 квадратных метров. Уложена террасная доска-листница, покрыта в два слоя террасным маслом. Также мы видим крыльцо. Крыльцо также выполнено из той же доски. Расстояние мы сделали так, чтобы они были четко все одинаковые. Вокруг дома сделана мягкая отмостка шириной в один метр. Снаружи у нас установлен бордюр. А чтобы трава не прорастала в этом месте, положим специально геотекстиль. Между фасадом и отмосткой у нас есть цоколь. Цоколь высотой 40 сантиметров. Дальше у нас идет вторая терраса. Она чуть попроще, чуть меньше. Ее площадь 8 квадратных метров. Также хочу обратить внимание на то, что установлено очень красивое ограждение, что придает этой террасе очень красивый вид. Водосточная система у нас пластиковая на металлических крюках и сделано у нас водоотведение в канаву полноценное. Пространство по дому у нас полностью вентилируется. Для этого мы используем специальные вентиляционные отверстия. Они у нас находятся с одной и с другой стороны. Сейчас на данный момент был установлен недавно газовая труба. Ребята немножко повредили нам по ребрике, но мы в ближайшее время это восстановим. Хочу обратить внимание на то, что вот в этом месте у нас идет котельная. И здесь сконцентрированы все коммуникации. То есть у нас идет сначала идет канализация, потом идет водопровод и газопровод. То есть они все примерно на расстоянии 50 сантиметров друг от друга. Обязательно водопровод нужно сделать с греющим кабелем, для того чтобы он зимой не промерзал. С этой же части дома у нас расстояние между забором и домом 3 метра. Вот имеется 4 окна. Кстати окна у нас ламинация снаружи под цвет 7024, а внутри они белые. Северная же часть окон не имеет и она полностью глухая. Все свесы, включая террасу, у нас подшито перфорированными софитами. Цвет также 7024, как и кровли. Вот также у нас террасы имеют дополнительное освещение. Вот хочу обратить ваше внимание на лобовую доску. Она имеет форму лесенки, сделанной такой планкой. Вот очень привлекает внимание людей и это очень нравится. Ну и еще один немаловажный момент в каркасном доме. Это двери. Здесь у нас их две установлены. Двери должны быть легкие и теплые. Обязательно с терморазрывом. Здесь же стоит дверь 130 миллиметров. Фирма Бульдорс. Внутренняя накладка у него из влагостойкой панели. И довольно таки красиво выглядит. Пойдемте во внутрь. Ну и первое помещение это у нас коридор. Коридор площадью 11 квадратных метров. Не имеет абсолютно никаких перегородок. Тем самым дает довольно таки большой объем. Кстати, в коридорах вы обычно наблюдали то, что щиток управления автомата находится при входе. Здесь же мы в этом проекте использовали место для него котельной. Но об этом чуть попозже. Из коридора мы попадаем во все помещения. Итак, первое помещение у нас спальня детская. Площадь ее 13 квадратных метров. Сейчас мы можем видеть то, что разводка выполнена в стандартном исполнении, но довольно таки практично. То есть в этой части предусмотрена установка кровати размером до метр шестьдесят. Вот справа и слева установлены розетки и выключатель дополнительного освещения, который находится над кроватью. Напротив сделана зона под ТВ, то есть подготовка. Также снизу две дополнительные розетки. Окно в данном случае у нас выходит на террасу. Так, пойдемте во второе помещение. Здесь же полностью идентичная спальня детская, также площадь 13 квадратных метров. Итак, первый санузел. Первый санузел предусмотрен как общий, то есть им пользуются как дети, так и те, кто приходят к вам в гости. То есть самый основной. Вот здесь предусмотрена установка ванны, установка инсталляции, установка раковины и полотенцесушителя. Здесь же у нас комната мастер-спальня. Площадь ее 17 метров квадратных. Справа от меня место под установку большой кровати. Размер кровати здесь можно установить до двух метров. Также с учет того, что здесь площадь 17 квадратных метров, можно спокойно поставить либо детскую кроватку, либо как-то дополнительно мебелировать комнату и тем самым в комнате довольно таки много будет пространства. В комнате установлено два окна и два радиатора. На потолках же у нас предусмотрено освещение по центру, под люстру и дополнительно по периметру всей комнаты, то есть если это нужно под точечные светильники. Также у нас есть дополнительное освещение над кроватью. Вы наверное себя спросили, почему же эта комната называется мастер-спальня? Пойдемте я вам покажу. У этой спальни есть свой собственный гардероб. То есть это помещение гардеробной площадью 4,5 квадратных метров, по правую и по левую руку будет организована система хранения, то есть отдельно с полочками, с вешалочками и тому подобное. И из этого гардероба у нас уже идет выход в свой собственный санузел. Санузел также площадью 5 квадратных метров, как и первый, но в нем предусмотрено место под душ, то есть там ванна, а здесь хозяйский душ. Также слева от меня предусмотрено место под инсталляцию и место под биде или писсуар, то есть кому что больше нужно. Вот в этой же части у нас предусмотрено место под раковину и стиральную машинку. Также в этом помещении есть окно и есть естественно система вентиляции. Вы только представьте, утром вы просыпаетесь, ваши дети пошли собираться в отдельный санузел свой, вы же проснулись, пошли в свой санузел, помылись, переоделись и готовы к новому дню. Вы другу абсолютно никак не мешаете. Давайте поговорим немножечко об отделке этого дома и развеять сразу же два мифа. Первый миф это то, что если на потолках сделать потолки из гипсокартона, они потом все полностью потрещат. Но если соблюсти два важных условия, это правильный каркас и поклеить гипсокартон, зашпаклеванный гипсокартон флизивными обоями, то абсолютно никаких трещин на потолке не будет. Но и миф номер два о том, что полы в каркасном доме имеют большую вибрацию и они скрипят. Но если поступить, как в данном случае в этом доме мы сделали полусухую стяжку, предусмотрели до этого шаг, то есть для того, чтобы можно было нормально нагрузить дом, то полностью исключается скрипение дома, то есть он вообще никогда не скрипеть не будет и минимизируется вибрация по дому. Сейчас мы находимся в кухне-гостиной. Площадь кухни 20 метров квадратных, площадь гостиной 25. То есть в совокупности нам дает 45 метров квадратных, то есть довольно-таки большой объем. Вот здесь же мы имеем справа от меня большое остекление панорамное. Вот и сразу же хочу развеять вам миф номер три. То есть некоторые люди переживают о том, что окна будут потеть. То есть мы это исключили путем частого, то есть наложения контуров в отдельных теплых полов в районе окон. То есть тем самым мы полностью исключили запотевание. Но дополнительно как страховку мы поставили два дополнительных радиатора, что даст вам 200 процентную гарантию. В зале у нас имеется второй свет, то есть у нас дополнительно в районе трех метров начинается еще дополнительных два окна. И потолки зашиты у нас по стропилам. Тем самым мы получаем высоту потолков в данном помещении 4 метра 50 сантиметров. Также дополнительно у него освещение есть как люстрами, так и точечными светильниками. По зонированию данного помещения в проекте, то есть было предусмотрено то, что в центре здесь будет установлен прямой большой диван, напротив него телевизор, слева же части будет проходная зона на кухню. В центре кухни здесь установлен большой стол и угловая кухня. В кухне сейчас уже подмены все полностью коммуникации, то есть выведены четко все розетки, сделана вентиляция, сделана канализация, сделана подводка водопровода. Сверху, как вы видите, сейчас нету подоконника, он будет воедино, то есть со столешницы. То есть столешница у нас будет заходить до рамы. Также у нас есть дополнительная дверь, с помощью которой мы можем попасть на террасу и поотдыхать здесь со своей семьей в летнее время года. Ну и еще хотел бы вам показать еще одно помещение, это котельная. Одно из самых важных помещений в нашем доме. Площадь данной котельной стен квадратных метров. При входе справа установлены щиток управления всеми автоматами в доме. По отделке здесь на стенах керамическая плитка, на полах тоже. Справа от меня стоит сейчас газовый котел, то есть он уже полностью подготовлен под сдачу. Здесь мы увидим коллектор под управление радиаторами, смесительный уйзот для теплых полов и сам коллектор для водяных теплых полов. Кстати, водяные теплые полы здесь есть во всех помещениях, кроме трех спален. В трех спальнях у нас предусмотрено радиаторное отопление, но по периметру всех комнат, то есть один контур, мы все-таки теплые полы завели для того, чтобы отсечь холод от стен. Сзади же от меня группа подготовки холодной воды, то есть стоит счетчик, кран, фильтр и сам коллектор, который распределяет на каждую точку отдельно. И еще один коллектор на распределение горячего водоснабжения. Также в этой котельной предусмотрена установка бойлера дополнительного, установка электрокотла, если это потребуется, и установка стиральной машинки в углу. Ребят, всем спасибо, кто досмотрел это видео до данного момента. Ссылку на проект и все файлы я оставлю внизу, для того, чтобы вы могли скачать и использовать их в своих целях. Ну, а понравился ли вам этот дом и самопланировка, напишите, пожалуйста, в комментариях. Всем пока, до новых встреч!